День Икс Безопасная программа «Безопасные и качественные дороги» Было совещание итоговое в администрации города Там такой скандал небольшой разгорелся Пришел только один подрядчик А остальные почему-то не пришли Всего несколько у нас Несколько занимаются ремонтом дорожным в этом году Что происходит и какие планы еще на ближайшее будущее Мы поговорим, во-первых, с Андреем Менкиным Это руководитель дирекции дорожного хозяйства И Константином Сичихиным Это руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом Содержанием дорог Общественной палаты Кировской области Ну и «Мужской понедельник» вполне себя оправдывает и в первом части У нас в гостях Роман Титов Вице-спикер законодательного собрания Кировской области Добрый день Несколько слов, может, про дорожный ремонт? Тут, боюсь, несколькими словами не отделаешь Чуть в тупик меня не поставили Я, конечно, в этом году Участие в работе рабочей группы не принимал Потому что был изменен Положение было изменено И чиновникам, а я чиновниками являюсь Участие нельзя принимать Но некие соображения, как гражданин имею Как гражданина и просим, да, высказываться в первую очередь То есть то, что дороги стали лучше Я думаю, это всем очевидно Там самый главный вопрос Насколько эти дороги продержатся И кто будет исполнять гарантийные обязательства Вот у нас уже возник У меня вот на моем округе в Слободском Где в прошлом году 15 миллионов было на дороге выделено В этом году 95 В прошлом году компания, которая провела Выиграла тендеры, провела ремонт дорог До настоящего момента, вот сегодня понедельник Уклоняется от гарантийного содержания А 4 года, по идее, она должна устранить все недочеты Более того, эта же компания в прошлом году вела ряд проектов по городу Кирову То есть это улица Герцен, например, в районе спуск к Джимулу Это улица Володарского, нет, не Володарского, Дериндяева И в пятницу стало понятно, что ремонты пока не проведены Вот в рамках гарантийных обязательств Да, в рамках гарантийных обязательств Я с руководителем компании договорился Что до 30-го ему контрольный срок После этого будем включать меры реагирования То есть компания действующая Юрлицо действующее, никуда оно не скрылось Но возникает вопрос, да, вот те, кто выиграл тендер в этом году Как они будут обслуживать эти дороги? Не знаю, к примеру, если одна известная столичная компания Которая возникало наибольшее количество нареканий Вот ее деятельность в Кировской области завершится На текущем дорожном цикле ремонтном Если она завершится, то как она будет гарантировать? И под марш с Славенки она, значит, уйдет На юбилейном рейсе поезд «Девятка», который состоится завтра вечером Нет, ну вроде сейчас все говорят, что они собираются в следующем году работать Но это слова пока еще Бумаги-то никакой нету Не пришьешь И нарекания-то ведь прежде всего по их проектам идут То есть дорога на русское Ну проехал я по этой дороге на русское Честно говоря, к организации обочин Где можно так нечаянно с прежней части в обочину упасть туда Потому что очень большой перепад высот Большие вопросы есть У меня есть большие вопросы Пока, правда, я там подхожу к их формулированию К тому, как проводился ремонт улицы Ленина в районе торгового комплекса «Гринхаус» Потому что, да, дорожное полотно сделали хорошо Действительно Два слоя накатали То есть вопросов нет А вот как был организован ремонт обочин Большие вопросы То есть отсыпали Грануля там Утрамбовали И на сегодня там лужа огромная Почему там бордюрного камня не было предусмотрено в проекте Там проблема эта улица в том, что кромка разрушается Из-за того, что грязь с обочин идет Из-за того, что по обочинам все объезжают Места там хватает А места хватает еще для организации по одной полосе В каждом направлении Там широкая улица, да? Да, там возможность есть расширить Но этого не было сделано А уж не предусмотрение бордюрного камня О каких правилах благоустройства можем говорить То есть вся эта грязь, она идет на колесах Идет в центр Кирова Вот, поэтому... Но это именно вопрос к подрядчику Или это все-таки вопрос к техническому заданию Это вопрос к техническому заданию То есть это уже, собственно, дирекция к нашей Да, то есть, если мы делаем дорогу Почему там нет бордюрного камня? Кстати, этот вопрос и по центральной части города По многим объектам есть То есть мы видим, что полотно положено Оно прирезано вплотную к бордюрным камням Но бордюрные камни сами не затронут У нас сейчас что будет? В следующем году камни будем менять? Выдалбливая полотно, там снова разрушая Там и так зазоры окаянные Там лагрит нальется по усине Хотелось бы, конечно, некой комплексности Хотя я понимаю, почему это все происходит Потому что деньги появились достаточно внезапно Ну, как и на программу благоустройства дворов И поэтому в ход шли все проекты Осмеченные, маломальские, которые только были Там, грубо говоря, было без этих камней Быстро отправили в федерацию Защитили и сделали Но хотелось бы, чтобы в следующем году Такого не было и проектировали То есть мы понимаем, в следующем году денег будет много На город анонсировано миллиард двести почти сумма Да, то есть эти сведения есть в проекте бюджета Есть сведения в проекте бюджета на всю Кировскую агломерацию На Киров-Слободскую, Кирово-Чепецк Хорошая сумма И хотелось бы надеяться, что проектирование уже сейчас ведется Все уже понимают, что деньги будут Надо заниматься нормальными тех заданиями Да, коллеги из общественной палаты, думаю, более четко пояснят Потому что они владеют всей ситуацией Я вижу эти деньги в бюджете точно Значит, можно предусматривать проектирование и аукционы заранее Как в прошлом году было Есть, кстати, уже информация о том, что Минтранс, по-моему, будет рекомендовать регионам До 31 марта следующего года уже отторговаться Ну и знаете, на что хорошая надежда у меня лично есть На то, что уровень дорожного строительства В раскладке текущей распределения обязанностей В правительстве Кировской области Он поднят до уровня первого зама То есть Чурин курирует дорожное строительство Это хорошо в том плане, что мы понимаем Первый зам, у него наибольшее количество полномочий Он имеет доступ прямой к первому лицу Значит, поднятие статуса дорожного строительства Это хорошо в плане контроля, в плане организации В плане там решения Раньше это был просто рядовой зам, который курировал Хорошо, но мы сегодня, как это обычно бывает С Романом Титовым, берем сразу несколько тем И выслушиваем позицию Романа Буквально на этой неделе состоится очередное пленарное заседание Областного законодательного собрания На котором в том числе будет рассмотрен вопрос Который мы здесь в студии обсуждали Поднимали о создании зеленого щита Зеленого щита Кирова, Слободского и Чепецка Так точно Давайте поясним еще раз, напомним Напомню Значит, инициатива о создании зеленого щита То есть некой лесозащитной зоны Состояние которой замораживается на момент принятия закона И сохраняется Не уменьшается вот эта зеленая зона Зеленые легкие города Было инициировано изначально в Подмосковье Впоследствии трансформировалась эта идея в федеральный закон Который был Госдумой принят И который сейчас реализуется на территории Наверное, к ноябрю будет уже всех субъектов Российской Федерации То есть задача благая Это выявить зеленое насаждение Там ценные природные ландшафты Которые расположены вокруг городов областных И в соответствии с положением требований нового закона Создать зеленую зону В которой отдельные виды хозяйственных деятельностей запрещены А самое главное Запрещено отчуждение этих зеленых зон под строительство Под иные какие-то виды деятельности Без компенсации привязанием аналогичной по площади зеленой территории То есть если кому-то даже и продадут вот этот участок То это должно быть компенсировано Во-первых, решение будет приниматься правительством регионов То есть не органам местного самоуправления То есть не на уровне муниципалитета Да, распорядителем по формированию состава этой зеленой зоны Будет региональное правительство То есть и да, можно участок передать Выделить состав зеленой зоны нормативным актом правительства После проведения соответствующих обсуждений публичных Но выделив его Необходимо приделать там другой аналогичный земельный участок Здесь же или абсолютно в каком-то другом месте, не знаю В границах этой зеленой зоны То есть, грубо говоря, он не может быть абстрактно расположен на нее на расстоянии 10 километров То есть он должен к ней быть, прилегать То есть зона это некий такой пояс, да, получается, вокруг города, да? Скорее применительно к Кирову это будут такие, знаете, кукарские кружева будут То есть уже не везде просто сохранилось, наверное? Ну, во-первых, не везде сохранилось Во-вторых, закон предусматривает сохранение разрешенных видов использования Уважения прав собственников на те участки, которые сегодня уже не подходят под эту зеленую зону Это промплощадки Это площадки, на которых размещаются сельхозпредприятия, животноуческие фермы Где ведется добыча полезных сахопаемых Они изначально исключают из этой зоны Поэтому правам использования участков, которые сегодня под жилищное строительство Которые уже, то есть переданы, то есть их уже обратно не вернут Обратно не вернут, поэтому получаются дырочки в кружеве, в зеленой зоне, да? Идешь, такой платок получается так красиво Снова начинается, снова прервается Да, поэтому на создание этого платка у нас законом это 90-80 дней То есть необходимо провести огромную работу То есть, смотрите, у нас зеленая зона такая Особо охраняемая природная территория была создана В 2007 году вокруг Кирова, Слободской, Кирово-Чепецк Только не была создана окончательно То есть нормативный акт был принят Финансирование на это не выделялось Поэтому, ну, к примеру, на участке зеленой зоны Особо охраняемой этой территории На улице Щерса функционирует автомойка Вот, и понятно, что с этой автомойкой мы уже ничего не сделаем Таких автомойок, коттеджей, заводиков, прудиков, там еще чего-то Их полно И вот в ходе ревизии за 180 дней надо понять текущее состояние вот той зеленой зоны И какие участки мы включим вот в эту перспективную, в зеленый щит Нам сделать небольшую паузу необходимо Прямо сейчас, буквально несколько секунд и вернемся Продолжаем нашу беседу с Романом Титовым Вице-спикером законодательного собрания нашего региона Мы говорим о том, что на этой неделе Роман Олегович Будет уже непосредственно законопроект о так называемом зеленом щите Кирова, Слободского и Чепецкого носить Внес, представлять буду А, да, уже внесено уже Внесла общественная палата Я разработал законопроект Внес его там в соответствии с требованиями федерального закона Будем рассматривать в двух чтениях сразу Поскольку это срок, краткий, установленный федеральным законом Мы его нарушать не можем То есть 40 дней с момента принятия положительного решения Общественной палаты о создании зеленого щита То есть общественная палата решения приняла Дай бог памяти 2 октября Поэтому на этой сессии мы должны принять закон о двух чтениях Ревизия несколько слов Да, уже раз слово прозвучало Ревизия зеленых зон Что она-то подразумевает? На какие деньги? Смотрите Что тут за работа такая будет? Почему, в отличие от некоторых других регионов Мы получили большую серьезную поддержку В принятии этого закона Со стороны и областного министерства экологии И областного министерства лесного хозяйства И курирующих замов И губернатора Потому что Вот я уже говорил У нас в седьмом году была создана особо охраняемая природная территория Она так до конца и не была Из-за отсутствия финансирования бюджетного То есть так немножко декларативно получилось Что объявили вот эту зеленую зону Ну так как денег не было Режим охраны есть Автомойка появилась Ну понятно Потому что многие землестроительные работы действительно не проведены И средств на них не предвидится А здесь наши федеральные коллеги предлагают И публично предложили Что землестроительные работы будут проводиться на деньги Грантовые, на деньги внебюджетные И за счет этих работ по ревизии В рамках подготовки зеленого щита Ревизии земельных участков Лесных участков Выгоду от этого получат и экологи Поскольку они обновят свои карты Они увидят где у них есть лес Где его уже нету на самом деле Проблемные места Увидят где дома выходят К примеру Залезают на эту особо охраняемую территорию Поэтому поддерживают наверное все Потому что всем Это выгодно в плане Скажем так И окончания работы Вот по тому старому закону 2007 года Об особо охраняемой территории И по приданию нового охранного статуса В соответствии с новым федеральным законом Вот Поэтому надеюсь на принятие Самое главное Кого надо будет убедить Это предпринимателей Но здесь аргументы убедительные Действительно это не затронет То что уже существует То что уже существует То есть все территории будут исключены А там не возникнет такой ситуации Что кто-то попытается договориться Ну не включали Это публичная работа Которую будет вести правительство Кировской области Это уже не общественные организации Будут проводить там Народный фронт УНФ как инициатор создания Зеленого счета в Кировской области Провел только предварительную работу По анализу земельных участков В течение августа Но и на том этапе было согласование И с городской администрацией С администрациями прилегающих районов И с министерством экологии С министерством лесного хозяйства То есть поэтому работа публичная И там не удастся как-то вот Отжучить Ну я думаю что Народный фронт Контролировать каким-то образом будет То что происходит Конечно да То есть как бы это Публичность это будет гарантироваться И законодательное собрание Будет в рамках своих полномочий Тоже контролировать эту ситуацию Сроки этой ревизии 180 дней с момента принятия закона То есть если мы его в конце октября принимаем И с полгода И все уже должно быть закончено То есть к началу мая У нас будет полноценная Зеленая зона вокруг Кирова создана Да А ответственность будет прописана тоже за нарушение Это уже следующий этап Правил зеленой зоны Да это следующий этап Это уже административка И вот я сторонник того чтобы То есть видимо поправки в закон Об административной ответственности В Кировской области да Смотрите то есть вот Я сторонник того чтобы вначале дать Закону поработать И дать возможность всем Честным гражданам Или предприятиям и организациям Исполнить вот добровольно А уже потом принудительный порядок вводить Так же точно вот мы Сейчас идем во втором чтении Будем надеюсь принимать Закон об административной ответственности За нарушение правил учета Создание пунктов учета переработки древесины То есть мы их создали в начале прошлого года Сейчас уже там 1400 пунктов создано Но нелегалов где-то порядка 600 Вот второе чтение подошло То есть люди которые не хотят легализовываться И мы делаем такой контрольный выстрел Сигнальной ракетой То есть будет отлагательная норма За непостановку на учет с 1 января А за иные нарушения Уже с 1 мая будут нарушения То есть таким образом У нас будет полтора года На то чтобы дать возможность Всем лесникам нормально легализоваться Решить все свои проблемы Так и здесь по зеленому счету Я тоже думаю что вот сейчас мы Давайте создадим А не сразу будем там А с другой стороны Понятно что если закон начнет работать То можно будет пронаблюдать Кто и как пытается его нарушить Тогда будет более понятно Что нужно вносить Собственно какие поправки Военные действия начинают С рекордонсировки Конечно да Так ну понятно что там С предприятиями в общем-то С предпринимателями Которые работают Я где-то натыкался На обсуждения На комментарии В интернете люди пишут А для простых-то граждан Какие-то запреты возможно Будут введены По грибы-то можно будет ходить По грибы там не знаю Запретят И даже по ягодам можно будет ходить Вот опасаются этого люди Никоим образом Поскольку там сбор грибов и ягод Не нарушает природные ландшафты На здоровье ходить и собирайте Просто очень уж грозно звучит Зеленый щит Прям вот Слова типа особо охраняемые Представляешь там ходят Такие люди в зеленом Со стволами в руках Ну как-то вот так возникает ощущение Это у людей-то у простых Там конечно в последующий период И понадобятся средства На шление режима охраны Но это будет потом А по грибам и ягодам ходите На здоровье Только костры не жгите Во Насчет шашлычков значит минус А не надо шашлычки в лесах жечь Там раз шашлычок Зажарил И пять гектаров леса выгорел Ну к сожалению Бывает Это не исключено тоже Хорошо Давайте дальше Следующая тема немаловажная Перейдем Дольщики Тема звучит очень-очень остро В связи с Новосергеевым 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 безусловно На прошлой неделе 19 октября Появлялась информация От правительства Кировской области Что Минстрой держит на контроле Ситуацию с Новым Сергеевым После чего моментально Дольщики Отреагировали И сказали Что это абсолютно не так С нами не общаются И вот Вот что с этим делать Во-первых Давайте не сводить все к дольщикам Вот опять же Если на этой неделе Все пойдет правильно Введем Ну я введу Второе чтение будет Кстати да По дольщикам Мы сейчас напомним Что за закон Вводим новое понятие Это граждане пострадавшие В результате жилищного строительства То есть это шире чем дольщики Потому что вот Там уже дискуссии в интернетах Развернулись Являются ли Жители Новосергеева Дольщиками Или они не дольщики Чтобы дискуссий не было Там будет реестр Граждан пострадавших В результате жилищного строительства Четкие критерии Там определенные Для попадания туда Там могут быть И дольщики И не дольщики Потому что разные категории Могут страдать Новосергеевцы Уж так их можно назвать Они-то добиваются Как раз таки В том числе Включения в этот реестр Ну этот вопрос Будет решен Однозначно То есть они будут включены туда Да Вот на этой неделе В четверг Во втором чтении Будут рассмотрены Поправки Которые ваш покорный коллега Подготовил В областной законодательстве Которые Формируют Третью меру Поддержки дольщиков То есть есть первые две Это Выкуп квартиры И предоставление Квартир по нормативу В другом помещении Ну там иные Сложные там Механизмы Новый механизм Будет Наверное В чем-то проще А в чем-то и Сложнее То есть Вот есть дома Высокой степени готовности Ну Даже Новосергеевцев Это касается Но в первую очередь Это касается Авция спецгаранта Вот и Там Других там Объектов То есть практически Построенных домов ЖК Виктория Да Где Квартиры все проданы И Земельного участка Рядом Никакого нет Заманить туда Инвестора Который вот На чем он там Заработает в этом доме Да Когда он будет его застраивать Непонятно Поэтому Был предложен Такой механизм Правительство Региональное На конкурсной основе Отбирает Компанию Которая будет проводить Достройку Ну Проблемного объекта Или комплекса Как примитительно К новому Сергееву Согласуется Вся проектная смертная Документация По завершению строительства Чтобы не возникало Неожиданных цифр То есть Это важное условие Конкурс Согласование Там Цифири Вот этой всей Дальше Компания Достраивает Объект Сдает его Только после этого Она получает Меру поддержки Вот на сумму Инвестиций Которую Компания вложила Получает земельный участок В аренду Без проведения торгов На Стоимость которого По результатам Независимой оценки Равна стоимости Вложенных денег Но Там сразу Дам понять Не все на этом участке Можно строить То есть Тоже надо будет С правительством Согласовывать То есть Это Некие паритетные вещи Не полностью руки Развязываются А может детский сад А может быть В том районе Нужна А может школа А может даже Личный комплекс Но как бы По согласованию Высокая степень готовности Напомним 70 или 80 процентов Больше Я думаю Давайте считать От 60 От 60 Да Понять Там степень готовности Может быть И не такой высокой Там не 80 И не 90 Но все квартиры Уже проданы И уже не зайти туда На этот объект Значит Решит ли этот закон Проблема Новосергеевцев Да решит Будучи примененным Потому что Ну На текущий момент Состояние Застройщика Компании Техкомсервис Которая Реализовала проект В Новом Сергеево Ну Мягко говоря Такой пульс Нетевидный То есть В компании По моей информации Шесть человек Генеральный директор С инсультом В больнице Две недели По доверенности Полномочий руководителя Исполняет его сын И Ну Это мое личное Оценочное суждение Там Побеседовав Там В четверг Я не увидел Четкого понимания Вообще Вот Что люди Собираются делать И как они Собираются С этой ситуацией Выходить То есть Типа Вы там власти Как-нибудь Разберитесь А вот мы тут Ничего сказать Не можем Есть Потенциально Несколько Сразу скажу Несколько Опять Мы про конкурс Говорим Компании Которые хотели бы Зайти на эту площадку Достроить Довести До ума Сдать дома Дольщикам Но правых оснований Их на сегодня нет Они появятся После опубликования Закона Который Надеюсь Будет в четверг Принят Как только он Будет принят Опубликован Там сразу Проверится Начнет По проблеме Нового Сергеева Работать Простых решений Предположу Что не будет Имеется ввиду Простых Которые позволят Вывести Жилой комплекс На какие-то этапы В течение Двух-трех месяцев Почему Потому что Сейчас Когда мы Получим в руки Экспертизу Проведены Проведены Специализированные Организации Экспертизу Экспертизу Будет Выкупит Мой коллега Депутат По этому округу Федор Николаевич Киселев Организации Которая проводила Потому что Сроки Очень важны Там знаете Где-то Пришлось Прочитать Что от правительства Денег нет На выкуп Экспертизы Там просто Процедурно Для того Чтобы это Выкупить Мы же понимаем Это конкурс Очень сложно Все это сделать Поэтому мы Привлекаем Общественников Которые Выкупят Эту экспертизу Передадут В прокуратуру Для принятия Мер То есть Там же Составы Начнут Сразу формироваться Если будут Существенные нарушения Выявлены Правительству Для принятия мер По этой экспертизе Будет решаться Дальнейшая судьба Этой территории Пока Скажем так Есть основания Утверждать Что Изыскания Были проведены В полном объеме Но При проектировании Эти изыскания Не были Надлежащим образом Учтены Вот скажем так То есть Это Опять же Это будет устанавливать Там соответствующие органы Но На этапе проектирования И на этапе строительства Мы же понимаем Что это заливная территория Что там должны строить И работать Территория Имеющие соответствующие Допуски и технологии Вот Есть Мнение Что Это все Не было сделано Вот Поэтому После экспертизы Будут Изыскиваться Технологические решения Которые позволяют Объект вывести Если этого не сделать Там Ну Я думаю Сами Дольщики Пострадавшие Граждане Заинтересованы В том Чтобы у них Дома были Нормальные Чтобы Дорога в воде Не тонула Каждый год На полметра Вот И Здесь Немножко Придется подождать Но подождать Деятельно Сколько Там Разные механизмы Обсуждаются Еще один механизм Который в четверг На совещании В правительстве Мы обсуждали А я участвую В этих переговорах Это Страхование То есть Вообще-то Ответственность Застройщика Была застрахована В двух Страховых Компаниях И Когда То есть И граждане Имеют право Получить страховые Взносы Но Застройщик Затруднился Ответить В ходе Беседы А вот Какое На сегодня Состояние У этих Страховых Компаний Вот То есть Они там Наладан дышат Они там Готовы Обслуживать Там Еще что-то Ну Поймем Это в ближайшие Недели Буквально Чтобы Придать А Сами дольщики Говорят Что у них там Что-то Все плохо Со страхованием Вот Вот Эта вот Третья мера Поддержки Она никак От страхования Не зависит То есть Если этот механизм Не сработает Там То вот Будет принят Там Новый механизм Который Их проблемы Там В значительной Мере Решит Но Важно Понимать Чтобы была Публичность Определенная В этом В этом Деле Мы создаем Уже От правительства Получили На прошлой неделе Их кандидатуры С дольщиками Я связывался И снова Сергеева И они Предоставили мне Контакты По всем Другим Объектам Дольщиков То есть Будет Создаваться Рабочая группа При ЗАГС Собрании По поручению Володина По решению Проблем Дольщиков То есть Есть аналогичная Группа В Госдуме Будет у нас И с представителями Дольщиков И фракции ЗАГС Собрания И правительство Области Для того Чтобы была Такая площадка Там Депутат С народом Проще Работает Собрались Обсудили И дольщики В курсе И представители Территории В курсе И правительство Получило Некие Задания Таким образом Публичность Появится Такая ситуация Не будет Таких домыслов Догадок Вот этих Да Не будет Я что Отвлекся Владимир Отвлекся На какой-то Насекомый Вы имеете шансы Стать человеком Пауком Поскольку Паук Вам Две минуты Паук Сделаем Небольшой перерыв Роман Титов Вице-спикер Заксобрания Кировской области Скоро вернемся Продолжаем Наш разговор С Романом Титовым Вице-спикером Заксобрания Кировской области Давайте подытожим Некое резюме По покупателям Квартир В Новом Сергеево Роман Ольберсович Сказал Работают депутаты Чиновники Над решением Проблемы Есть вариант Решения Есть вариант Есть вариант Вот есть По меньшей мере Три варианта Два из которых Связаны С Вот этой Дополнительной В этот четверг Поэтому Да Наверное Есть вопрос Скажем так С публичностью Всей этой работы Вот Но заверяю Что формат Соответствующий Я уже сказал Мы предусмотрим И с дольщиками Я на эту тему общался Тут никакой информации Скрываться не будет Здесь важно Знаете только что Одно дело делаем И области И нам не хочется Чтоб люди остались Без жилья И чтобы жилье было качественное И этого же хочется И дольщикам И как-то переводить Это вот Не позволим Не простим Но вот Формат манифестации Наверное Не совсем правильно Ну так это как раз Из-за отсутствия информации Происходит Я это прекрасно понимаю Потому что у людей Возникает ощущение Что их бросили И забыли Да Я думаю Что это уйдет Когда будет Публичность По всем этим направлениям Вот Роман Роман еще говорил Что как бы Надо уйти от понятия Обманутые дольщики И пойти к понятию Люди Обманутые Пострадавшие Я просто хочу перейти Еще к дому На счерсов 27 Там же история В другой район города И совсем немножко Другая история Тоже есть люди Которые пострадали Но тоже попадало Тоже попадало Да по русски говоря Вот Ситуация принципиально Разная В чем В том Что жители Нового Сергеева Заключали договор С компанией Которая имела Зарешение на строительство Которой была Некая проектная Смертная документация На строительство Блокированных Домов блокированных Жилой застройки Ну пусть такой Наукообразный термин Ну малоэтажка Ну тем не менее Там это Квартирники Идут по сути Блокированные Вот И они пострадали В результате Там того Что в результате Ошибок компании Да Которая Там они не были Введены То есть грубо говоря Они видели Что у компании Есть все документы Вот Если мы говорим Про ситуацию На счерса Там на входе Было понятно Что дело темное То есть Схема там была Ну мягко говоря Там Пусть правоохранители Разбираются То есть вот Для понимания Во-первых Никакого Дома На Счерсы Там адрес Напомните мне 127 К К да Никакого Квартирного жилого дома По этому адресу нет Потому что Объект Это не введен В эксплуатацию Проживать там Не имеет права Никто А люди там Живут уже 3 года С 2013 года Разрешение На строительство Было Выдано На Одноквартирный дом Для проживания Одной семьи Площадью 500 квадратных метров Получили Квартирный Трехэтажный дом Площадью 1450 квадратных метров То есть в три раза Отклонение по площади Причем не согласовано Ни с кем Да Разумеется Ни с кем На 53 квартиры На 53 квартиры Квартирами Это сложно назвать Это клетушки Такие Поле этого Часть квартиры Расположена В той части домов Где нельзя квартиры Делать Это цокольный этаж Это запрещено Нормативами С нарушениями По санпинам По освещенности По другим параметрам И вот У меня тоже так Было ощущение Где был тот этап Когда люди могли понять Что их обманывают Этап Это был в 2013 году В июне Именно тогда Городская администрация Обратилась публично Я специально посмотрел Это было На сайтах всех И во всех Многотиражах городских Газет То есть нельзя упрекнуть Что в недостатке информации Что не выдавалось Решение на строительство Квартирного дома Никакой жилой комплекс Уютный Поэтому адрес Устроиться не может Поэтому в избежание Возникновения Обманутых дольщиков Просьба не покупать Там квартиры То есть администрация Официально обратилась Горожанам Сказала Ребят Не покупайте Но надо понять Что Были обращения В прокуратуру На том этапе В городскую прокуратуру Но тут надо понимать Что пока Объект Не возведен Некоторые нарушения Установить невозможно Ну просто Вот там На этапе строительства Возможности Тех же надзорных органов Вмешиваться Там Они очень ограничены Как и возможности Муниципалитета Это скорее там Полномочий Строинодзор И то как бы там Очень ограничено Это же малоэтажка Тоже Госэкспертиза Никакой Там оснований Для вмешательства Никаких Вот когда объект Появился Когда стало понятно Что это не Одноквартирный Жилой дом А многоквартирный В котором Люди покупали Не квартиры А доли В земельном участке Вот в этом Одноквартирном Жилом доме Стало понятно Что все плохо Там Было принято Администрация Обратилась в суд К застройщику Некому Махневу Махнев Обратился в суд К администрации В мае Решение суда Состоялось В качестве Ответчиков Были привлечены Ну наверное Большая часть Тех Кто там Купил квартиры И на основании Законодательства Было принято Решение О сносе Этого Точнее О признании Постройки Незаконной Почему незаконной Несмотря на то Что у нас Формально В Квартирном доме В одноквартирном доме В частном доме Может быть Какое угодно Количество Долей Долей Но проживать В нем должна Одна семья То есть Вот то что построено Как бы На этом участке Это неустановленный Объект Жилищного строительства Статус которого Вообще отсутствует В федеральном законе Невозможно Идентифицировать Что же такое Абсолютно Непонятно Что это Но точно Построено не то На что Выдано разрешение На строительство И попытки Господина Махнева Там все это узаконить Они Были там Судом Детально рассмотрены И Была принята позиция Правоты Городской администрации То есть Я вот Специально Сидел Сегодня с утра Разбирался Читал судебные решения Я вот Не нахожу оснований Вот Как-либо этот объект Легализовать Ну действительно Это Нечто страшное По сути Правое Правая бездна какая-то То есть Что делать В этой ситуации Я считаю Что Вместо того Чтобы Гражданам Которые купили доли В этом объекте И на суде Говорили Что они На стороне Махнева Им надо вообще-то Быть не на стороне Махнева А с Махневым Входить в судебные Процессы И отсуживать Стоимость долей Пусть Махнев Вложенные деньги Да Вложенные деньги Пусть Махнев остается Своим Трехэтажным Домом И проживает в нем Своей семьей С одной семьей Но люди Должны деньги Свои получить Люди были обмануты Они были обмануты И Господин Махнев Ну предположительно Обмануты Может быть Обманулись Сами кстати Потому что Да На суде Люди говорят Что мы думали Что мы покупаем Квартиры А не доли Другие говорят Что нас информировали Что мы покупаем доли Но потом их как-то Переведут в квартиры Узаконен То есть Опять же Надо там Силовикам будет Посмотреть Кто там За что отвечал Да Некоторые же через Риэлторскую компанию Покупали Которая себе Благополучно существует И вот Здесь Вопрос Скажем так О сносе Но Люди добрые Реально Этот объект Нельзя эксплуатировать Администрация Не могла не подать в суд Поскольку В случае неподачи Именно они бы отвечали За оставление Там людей в беде Там Если бы что-то произошло А там На минуточку Вот просто покажу Нарушение Технически Все очень 17 пунктов Причем в каждом пункте Не по одному нарушению То есть это по Разным законам Они Каждая из них является Ну Некоторые из них Устранимы Но в целом Это существенные нарушения Которые делают Эксплуатацию дома Невозможной А там люди живут Два года Можно сказать Что это Какой-то карточный домик Который Карточный домик Может развалиться Ну не знаю Это карточный домик Дом с разбалансированной Системой отопления С квартирами Которые Там не соответствуют Никаким требованиям По Целому ряду Там Санпинов Снипов Это дом С странной канализацией Расположенный Рядом с прудом Где берет истоки Река Люльченко Которая проходит Через весь город Извините Мы понимаем Что может произойти С этой странной канализацией Как бы Если это попадет В реку Люльченко И протащится Через весь город Киров Люди пострадали Но это вот Та ситуация Когда Мне кажется Люди Имели Всю информацию Ну могли ее получить На этапе принятия решений Странные договоры Какие-то Вот эти вот доли Это Понимаете Все равно Что покупать Доли в квартире Какие-то Знаете Что там живет семья Что И вы покупаете Три квадратных метра Три квадратных метра Вот это что вообще А там О каком количестве Речь-то идет Людей Сколько Счастливых обладателей Я вижу По собственникам Помещений Я не вижу Я знаю Что там есть женщины С детьми Есть беременные Есть прочее Жалко Если кто-то Приложит правовой механизм По регулированию Ситуации Отличный От судов С господином Махневым Который должен Ответить За свою Хитрую задумку По превращению Он был просто уверен В том Что не снесут У нас же Маленькая практика По сносу Самовольных построек Очень по России Он умудрился Так закрутить Что не снести Невозможно Вот это Человек Человек К этому долго шел Да То есть это прецедент Да Может быть По сносам На квартирников Там не было Но там и нарушений Таких не было То есть Были ситуации Когда выдавалось Разрешение на строительство После водового Ну Накануне Водового сплата Да были конечно Только там дом Соответствовал Необходимым Техническим параметром Мог эксплуатироваться У нас законом Предусмотрены Исключения Которые позволяют Не сносить Незаконную постройку Если там Выполняется ряд требований Вот здесь они Не выполняются все И когда Решение Суда Должно быть Служба Судебных приставов Ну смотрите Там Это же никто Не будет делать На Ну то есть Нет На начальном этапе Этого никто Не будет делать На свои деньги То есть Надо найти Господина Махниева Чем сейчас занимается Служба Судебных приставов Я могу им подсказать Проживает сам Вот Ну Так Мне так сказали То есть Они его сейчас Ищут для того Чтобы Обязать его Оплатить Снос незаконного Объекта Но мы же понимаем Там живут люди То есть Бульдозер там Завтра не появится И не начнет Все это месить Конечно будет Тяжелейшая ситуация По решению проблем Этих людей Но чем скорее Они сами Обратятся в суд С коллективным иском С индивидуальным иском То есть Самое главное Они со своей Доли это сделать Ничего не могут То есть Не продать Не отчудить То есть Вообще Вот Нет объекта Доля-то Она никак не монетизируется То есть Вообще То есть Чисто суд И Иски Господина Махниев Я не вижу Других путей Да Очень непросто Очень непросто Мы сами конечно История закрученная Да Меж тем Истекает время На первого часа Мужского понедельника Благодарим нашего гостя Роман Титов Вице-спикер законодательного собрания Кировской области Спасибо большое До свидания Далее у нас новости И вторая тема уже через 20 минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok